Хризантема садовая посадка и выращивание В садах и на дачах по всей России можно встретить хризантему садовую, которая называется также китайской. Современные гибриды на ее основе – это пышные кусты совсем крохотной или очень большой высоты, радующая великолепная палитра и окрасок. Хризантема садовая – что это за цветок? В основе современных сортов лежит вид Крайсентему марифолиум, относящийся к семейству островых астераси. Традиционно хризантема распускается осенью, в числе последних цветов года. Многолетник весьма устойчив к низким температурам и не вянет даже с наступлением мороза. Хризантема махровая в цвету впервые о хризантемах упоминается в произведениях китайского философа древности Конфуция В.В.А. и В.В.Д.Н.Э. Тогда были только желтые некрупные цветы, почти не отличавшиеся от дикорастущих. Они послужили началом для селекции в Древнем Китае, которая к нашему времени достигла 3000 сортов. В.В.А. – цветок завезен в Японию, где стал настолько популярен, что изображен на национальном гербе страны. Начало голландской селекции положено в 1689 году. Для справки, первая публикация о хризантемах в России была в 1844 году, а к 1910 году возделывалось уже свыше 140 сортов. Цветок хризантемы многолетник имеет толстое разветвленное корневище, от которого отходят столанообразные вегетативные побеги. Стебли прямые, высотой от 25 до 120 сантиметров, могут ветвиться, густо покрыты листвой. Молодая листва хризантем, лист зеленый, стеблевой, может достигать 7-15 сантиметров, восточный, долготый и 0,4-8 сантиметров в ширину. Нижние и верхние листья могут сильно отличаться друг от друга размерами и формой. У некоторых черешки короткие, а края ровные, другие – на длинных черешках и сильно рассечены. Верх может иметь опушение, нижняя часть светлее и сильно опушена. При касании слышен сильный характерный запах. Немахровый цветок хризантемы соцветия корзинка. В каждой до 1000 трубчатых и язычковых цветков. Обычно по краю однополые и женские с тремя сросшимися лепестками, а в середине трубчатые обоеполые. У полуомахровых и немахровых сортов соцветие состоит из трубчатых обоеполых цветков, а у махровых практически все цветки язычковые. Оттенки встречаются всевозможные. Разновидности растения популярны и зимостойкие сорта. Поскольку в различных странах селекция сортов хризантем велась по-разному, существует и несколько признанных классификаций, согласно которым распределяются выведенные наименования по различным признакам. Самый полный всесторонний считается китайская. Классификации по размеру цветков и высоте по китайской классификации Чанг Шу Лин по размеру цветков выделяются мелкоцветковые и крупноцветковые сорта. Отличия между ними не только в мелком или крупном размере венчиков, но и в хромосомном наборе каждой группы, агротехники и других признаках. Крупноцветковая белая хризантема сорт газела. Поскольку форма соцветий современных сортов очень отличается, выделяют 25 классов, среди которых 8 относятся к мелкоцветковым, а 17 – крупноцветковым. Классификация по форме соцветий, так как в венчике могут быть и язычковые и трубчатые цветки, то выделяют 4 типа соцветий – плоский, а не моновидный, трубчатый, лыжковидный. Отдельно выделяют сорта по количеству определенных цветков в венчике, соотношение в геометрических размерах, ряду других признаков. Окрасок выведено колоссальное количество, но все они делятся на 7 групп – белая, желтая, кремовая, фиолетовая, красная, бронзовая, зеленая. Встречаются цветки двуцветные, у которых учитывают оттенки внутренних и наружных лепестков. В классификации Ван Маушена принято выделять 9 типов соцветий – простые полумахровые. Их венчики широкие, а концы лепестков немного изогнуты. Махровые, симметричные соцветия имеют длинные внешние и короткие серединные венчики. Полушаровидные, шаровидные. Цветок имеет форму шара, перьевидные, бывают толстыми, тонкими и средними. Лучистые очень похожи на перьевидные, но более симметричные радиально. Хватающие, внешние венчики выглядят как толстые трубки. Когти дракона. Внешние цветки в виде перьев, у которых кончики рассечения на 5-6 сектаров. Волосистые. Имеют опушение с нижней стороны венчиков. Османтоцветные, похожи на цветки османтуса. Японская бордовая хризантема Кога дракона. Классификация по срокам цветения в Японии, где цветок очень любят. Распространена классификация императорского парка Синдзюку. Полагающие, что все хризантемы следует делить на культурные сорта и дикорастущие. Среди культурных выделяют пищевые, употребляемые для салатов, и декоративные, несъедобные. Среди декоративных по срокам созревания выделяют летние, осенние, зимние. Самая многочисленная группа – осенние, в ней соцветия могут быть мелкоцветковыми, крупноцветковыми и средними. Многолетники и однолетники среди однолетних сортов, отличающихся своими некрупными размерами венчиков, диаметр до 4 см, выделяя 4. Группы – многостебинальчатой посевной, увенчанной келеватой. Однолетняя келеватая хризантема Микс окрасок Срок цветения у однолетников очень продолжительный, начинается в конце июня и длится до ноября, завершаясь с установлением устойчивой морозной погоды. По высоте могут быть очень разными – от 25 до 70 см. Кустовые многолетники существенно превосходят однолетники своими размерами и могут вырастать до полутора метров в высоту. Культивируются в открытом грунте и на подоконниках. Крупноцветковые сорта возделываются в оранжереях для получения высококачественной средств. По срокам цветения принято выделять ранние, они распускаются летом, средние и поздние сорта. Хризантема Многолетняя посадка и уход в открытом грунте В целом, даже при не самом тщательном уходе, растение может много лет расти на одном месте и цвести каждый год. Но качество и количество цветков будут постепенно ухудшаться. Для получения стабильно привлекательного результата необходимо следовать правилам, как выращивать хризантемы в саду, теплице или дома. Важно! Как вырастить хризантему зависит от ее сорта, поэтому название стоит уточнить и ознакомиться с тем, как ухаживать за саженцем в уличных или комнатных условиях. Выбор местоположения для хризантемы в саду растения требовательно к освещению. При нехватке солнечного света страдает качество цветения. В тени без солнца венчики мельчают стебли и вытягиваются в высоту, что в дальнейшем превращает куст в стелющийся и малопривлекательный. Для сохранения неаккуратной кроны места под посадку следует выбирать защищенное от сильного ветра. Как подготовить почву и цветок для посадки оптимально подходят для посадки многолетних хризантем с уписанной суглинистой и дренированной почвы, тщательно вскопанной, обогащенной перегноем. Желательная кислотно-щелочная реакция слабокислая, поэтому для мульчирования посадок очень хорошо подойдет орф. Не годится для выращивания цветка тяжелая глинистая почва. Особенности посадки хризантем под зиму-осенью в первой половине сентября проводят вред зимнюю посадку кустов. Наилучшим материалом являются цветы в контейнерах с закрытой корневой системой. Почему это важно? Из-за того, что они не нуждаются в предпосадочной подготовке. Если же корни обнажены, то за сутки до того, как их садить в открытый грунт, требуется замочить корни в растворе корневина. Рассмотрим, как сажать хризантемы. Пошагово лунки копают глубиной 40 см, оставляя между ними такое же расстояние или больше для рослых сортов. На дно лунок насыпают слоя 5 см из крупнозернистого песка или оцева. Почву для засыпки корней смешивают с перегноем. Посадку проводят, не заглубляя стебли. Для высокорослых кустов организуют опору или подвязку. Обильно поливают и эмульчируют почву вокруг. Уход за хризантемами в саду. Засухоустойчивые и холодостойкие цветы считаются наименее требовательными к уходу. Исключением являются новейшие крупноцветковые гибриды, нуждающиеся в более тщательной защите от вредителей и частых подкормках. Правила полива и влажность многолетних чувствителен к нехватке влаги, хотя может долго выживать в условиях засухи. При недостаточном поливе цветки мельчают и уменьшается их количество. Если влаги сильно не хватает, сочные стебли древесни веют. При избытке полива корни могут загнить, особенно в глинистой почве. Необходимо выдерживать середину. Полив проводят, когда просыхает верхний слой почвы 5-7 см. В жару обычно приходится делать это чаще, а в холода – редко. Подкормка и качество почвы недостаток минеральных веществ приводят к потере красоты цветков, но при своевременных подкормках можно продлить сроки цветения и увеличить количество бутонов. Внимание! Если почве не хватает фосфора, то кусты страдают от мучнистой росы. Сразу после посадки вносят азотное удобрение. В июле требуется калийно-фосфорная подкормка. В зависимости от крупности сорта и качества почвы за сезон потребуется провести 3-7 подкормок. Средний расход удобрений на 1 квадратный метр посадок азотное – 10-15 грамм, фосфорное – 15-20 грамм, калийное – 10-15 грамм. Обрезка и пересадка для того, чтобы заставить побеги вветвиться, не для всех сортов. Их обрезают при достижении высоты 10-20 см. Срезают макушки длиной 5-7 см, которые можно укоренить. На оставшейся части себля должно остаться 3-5 пар листьев. Внимание! Помимо основных цветоносных побегов из пазух могут отрастать пасинки, которые обязательно удаляют с июля каждую неделю. Пересаживают многолетние хризантемы весной, в мае или осенью, в сентябре. Делают это для формирования цветников и для размножения, омолаживания старых кустов путем их деления. Зимовка цветка в южных регионах, где отрицательная температура не опускается ниже минус 20 градусов с многолетним хризантемом, не требуется тщательная подготовка к зиме. В северных частях страны потребуется выполнить ряд мероприятий, окучить кусты. Вокруг расположить утяжелители, кирпичи, куски досок и т.д. В конце октября обрезать стебли до высоты 10 см. После установления стабильной морозной температуры укрыть посадки агрополутном, придавив материал утяжелителями. Укрытие хризантем на зиму в сентябре проводит последнюю подкормку, в которой может быть фосфор и калий, но не азот. Особенности цветения растения Различные сорта могут отличаться друг от друга сроками начала цветения и характеристиками венчиков, но в целом подчиняются общим законам. Период активности и покоя Если куст начал свистеть, это может произойти с конца июня и до ноября, то его бутоны распускаются последовательно. От макушки постепенно охватывая весь куст. Длится это может 2-3 недели или несколько месяцев. Важно! Период покоя начинается в ноябре и завершается в марте-апреле, когда из оттаившей почвы показываются макушки новых побегов. Виды и формы цветков Поскольку хризантемы могут быть карликовыми, средними и рослыми, то самым крупным из них требуется опора. Это может быть шпалера или специальные проволочные приспособления. Некоторые, склонные к полигонию сорта, подвязывают еще весной. По форме цветения можно выделить две большие группы – многоцветковый и срезочный, выгоняющий один стебель, увенчанный огромной, до 20 см восточной долготеаметрией корзинкой. Уход после цветения по мере увядания венчиков их необходимо аккуратно срезать. Удаляя только сами цветки. Стебли срезают перед наступлением морозов. Это очень важно, поскольку зеленая наземная часть служит источником питательных веществ для корневищ, закладывающих в осенний период. Вегетативные почки будущего года Способы размножения цветка Самые крупные кусты можно поделить на несколько частей, получив сразу 2-3 полноценных растения, полностью готовых к немедленной посадке. Помимо этого применяют размножение черенками, а как самый редкий, в силу своей трудоемом кости, способ семенной посев. Размножение черенками для получения черенков можно использовать букет, а также взрослые кусты. Если используют срезку, то у нее удаляют цветок, а побег ставят в воду. Через 2-3 недели при успехе должны появиться корешки. После этого их можно сразу высаживать в открытый грунт. Укоренение черенков Хризантем в рассадочных ящиках Срезку черенков с куста делают в мае. Очень важно использовать только здоровое растение без признаков болезней. Нарезанные побеги прикапывают на глубину 5 см на рыхлой грядке, накрыв сверху срезанной пластиковой бутылкой. Спустя 2-3 недели на укоренившихся черенках должны показаться новые листочки. Размножение при помощи семян посев семенами проводят в феврале на рассаду. Срок схожести зависит от сорта, составляя от 2 до 4-5 недель. Рассаду подращивают до мая, а затем сразу высаживают на клумбу. Некоторые низкорослые сорта можно растить в горшках на подоконниках, зная как посадить хризантему и добиться ее цветения. Собрать семена с уже растущих в саду кустов в средней полосе России сложно. Обычно они не успевают вызреть до наступления морозов. Но можно срезать побеги с цветами практически у земли, поставить в вазу с водой и дождаться вызревания семян в домашних условиях. Проблемы выращивания, болезни и вредители. Болезни хризантем, вирусные карликовость, мозаичность, позеленение соцветия и другие. Лечению не подаются пораженные растения, необходимо сжечь. Мучнистая роса. Возникает в рейнехватке почвы калии фосфора и избытке азота, а также в загущенных посадках в сырую и прохладную погоду. Правильная агротехника предотвратит появление грибка. Пораженные кусты выобрабатывают медным купоросом, фундазолом. Серый гниль. Сначала появляется серый налет на листьях и стеблях, а затем растения коричневеют. Обрабатывают фунгицидами широкого спектра действия. Септориоз. Черные пятна покрывают зеленые части растения по направлению снизу вверх. Заболеван шестие возникает в сырых и плохо освещенных местах, поэтому следует сократить полив и улучшить освещение. Ржавчина. Листья покрываются желтовато-зелеными пятнами, постепенно коричневеющими. В теплую влажную погоду болезнь быстро прогрессирует. Поможет обработка топазом, а также бордовской жидкостью. Вредители. Нематода. Трудно подающийся уничтожению. Вредитель поражающий все части растения, в том числе корни. Помогают только тщательные курсовые обработки специализированными препаратами меркоптофос, фосфамид, паутинный клещ. Из-за того, что насекомые высасывают сок растения, оно быстро начинает усыхать. Против вредителя проводят обработки акарицидами, актёлик, фитоверы, тля. Бывает разных видов, приводит к гибели кустов и поражению их вирусными заболеваниями, так как является их переносчиком. Против неё потребуется несколько раз обработать посадку инсектицидом широкого спектра действия, например, актарой. Многолетние садовые хризантемы – роскошное украшение сада в сезон, когда большая часть цветов уже отцвела. Год за годом при правильном уходе её кусты будут только набирать пышность и красоту, радуя своим привлекательным внешним видом вплоть до выпадения снега.